Я могу много плакать во сне от осознания того, что его больше нет. Но, к сожалению, это происходит, хотя уже прошло много лет сравнительно. Ну, ни день, ни два. Поэтому нету такого лекарства, к сожалению. Это цена, наверное, чувств любви. А, ревность? Не, я не ревнивая. Я вообще не понимаю, что это за ощущение. Да, у меня три брата. К лини-былок замечательно отношусь. Она очень талантливая, я с ней знакома. Ну, вот такое вот. Тоска, конечно, без отца вообще это очень... Я поздний ребенок, все-таки я с ним много пробыла вместе. Ну, просто, понимаете, ситуация у меня вот теперь такая, что если бы баба был бы жив, и я бы приехала в Москву, не может быть такого, чтобы меня не пустили на порог, там, собственного дома, там, или... Это невозможно было просто. Поэтому это все то, что они устроили, это вот вакханалия, это, в принципе, в Альпурге его ночь. То есть такая бесовщина абсолютная. И я хочу сказать, что я не из тех, кто собирается там, условно говоря, прощать. Чтобы... Вот меня часто спрашивают. Было замечательное, кстати, интервью с Юлией Литвиненко. Я его выложила на Фейсбуке. Я часть своей энергии черпаю, безусловно, в реванше. Потому что я абсолютно права. И если я буду упустительствовать вот этому разгулу, вот этой вот просто омерзительной бесовщины, то, соответственно, я предам себя, свою душу, своих богов. Поэтому я, безусловно, может быть, конечно, я жизнерадостная, но это совершенно не значит, что я... Ну, как вам сказать... Я могу в одном только случае... Допустим, смягчать свою позицию, или менять её, или даже ретироваться, если я... ...вы понимаете, месть... Месть – это какое-то странное слово, хотя я понимаю, что сказала реваншистка. Я считаю, что зло вот в этом тупом его виде должно быть остановлено. Потому что оно вредит всем, не только мне. И если другие... Ну, малодушные, не хотят связываться и считают, что это всё-таки не их война. Многие так думают, из тех даже, кто мог бы это остановить или помочь мне это сделать быстрее, то это неправильно. О, давайте сейчас... Ну, слушайте, я не могу каждую пятницу, у меня же какая-то личная жизнь. Я обычно как раз в пятницу... Как-то все стараются провести какой-нибудь вечер хороший, да? Да, Илюша меня предал и даже, как я понимаю, не поперхнулся. Давайте я позитивную. О, тост за победу. Так мы пили только что за победительниц. Ну, какой там по счёту тост, а вы уже сбиваетесь. А я не знаю, кто может меня считать аферисткой или мошенницей. Послушайте, меня лишили всего имущества, не рассчитавшись со мной. Все объекты, которые мне принадлежали, были у меня украдены. Каким образом меня ещё можно после этого считать? Я, к сожалению, понимаете, я вот, например, не могу жить... Вот, я не барыга, я не могу жить тем, что я должна... Вот договорились, всё, там, как-то разошлись, дальше пошли. То есть я с вами... Ну, клептоманы... Ну, я даже не могу это объяснить. Это даже глупо говорить об этом, действительно. Гораздо интереснее говорить о том, что будет. Это же не помешало мне, правда? То есть если даже они, грубо говоря, извините за мои французские, усрутся, это же не помешает мне заниматься любимым делом, общаться с любимыми людьми, там, ну, что в целом это может... Ну, конечно, было бы приятнее. Ну, это, во-первых, это я не собираюсь никому прощать. Именно потому, что я так настроена, потому что это не есть, там, знаете, то есть что-то такое, из-за чего я бы, я там, не знаю, сходила с ума, у меня бы портился цвет лица или ещё что-то. Поэтому я почти уверена, что в конце концов я всё равно одержу победу. Ну, во-первых, я в своей жизни ничего не проигрывала никогда и никому. Поэтому думаю, что я в этот раз выиграю. Ну, много времени потрачено, вышвырнуто зря. На людей, которых я бы предпочла вообще не знать. Ну, значит, такой мне нужен опыт. И он у меня будет. Люди, я сейчас говорю, не хищные люди. Ущербны. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова И столько песен сочинила. Ну, у вас есть какие-нибудь такие, чтобы вы слушали хоть иногда? За настоящих мужчин? Ну, за настоящих-то, конечно, очень хочется. Я даже себе ещё немножко подолью, потому что за настоящих мужчин я сейчас выпью такой большой глоток, чтобы это было твёрдое ощущение от тоста за настоящих мужчин. Песня про королеву. Ну что, за то, чтобы с каждой настоящей королевой рядом... Пол стопочки водки, я считаю, это шедевр. Вот видите, и Гаспарян тоже похвалил украинский альбом. Что-что-что-что-что-что-что-что-что-что не успела прочитать. Субтитры создавал DimaTorzok Искренне восхищаться надо. Я вот, например, когда мне спрашивают, что такое для вас, вот, там, влюбиться, это начать искренне восхищаться человеком. Я должна вот утопать в его вот... Причём в всём. Ну вот видите, вы не встречали короля. Я встретила, правда, одного, Дениса Вороненкова, но встретила. Потому что нельзя... Потому что нельзя... За искусство? Надо ещё выпить за искусство? Я тут вычитала у Кости Дорошенко, что то, что может делать каждый, любое тело, ведь искусством называться и должно. Поэтому что вы называете искусством? Что не могу? Какие-то хоралы, госпелы пошли, уже не могу. Что, давайте послушаем повеселей. Я люблю, знаете, что слушать? У меня есть любимая украинская группа. Без обвинения. Украинская группа. Я люблю, знаете, что слушать. Спасибо. Продолжение следует...